Сегодня на правительственном часе в Мужелисе рассматривали развитие промышленности страны. Сейчас Казахстан находится на этапе становления новой промышленной политики, суть которой переход от сырьевого производства к его обработке. Что же удалось сделать и что еще предстоит, знает Илья Кудряков. Металлургическая промышленность по-прежнему является одной из ведущих отраслей экономики Казахстана. На ее долю приходится свыше 20% от общего объема промышленного производства. По итогам первого квартала 2024 года рост уже составил 4,3%. Показатель довольно неплохой, отметил Канас Шарлопаев, министр промышленности и строительства на правительственном часе в Мужелисе. Темпов сбавлять нельзя, ведь по планам ведомства производство стали до конца года планируют довести до 4 миллионов тонн, производство чугуна до 3 миллионов, а еще предстоит нарастить производство по свинцу, цинку и алюминию. А к 2029 году увеличить в два раза этот показатель. Производство меди планируется увеличить за счет реализации проекта нового медиплавильного завода в области Абай. Сталилитейными предприятиями ожидается увеличение объемов с 3 миллионов 900 тысяч до 4 миллионов тонн. Также компания ИРЖ совместно с БАУЮ Стилл в городе Рудный планирует запустить углубленную переработку железнодорожного сырья. Производство горячебрикетированного железа позволит обеспечить стопроцентную сырьевую базу для сталилитейных производств. Также Казахстан намерен нарастить инвестиции в производство редких и редкоземельных металлов. В министерстве утвердили комплексный план развития на 2024-2028 годы. По прогнозам, объем производства увеличится на 40%. Сотрудничать собираются с Европейским Союзом, США и Великобританией. Договоренности уже есть. В планах совместное освоение месторождений лития с немецкой компанией, переработка вторичного сырья с британскими инвесторами и редкоземельных критических металлов с американскими. В концепте развития отрасли мы ставим цель на увеличение минеральной базы, привлечение современных технологий, расширение действующего производства. Самое основное – укрепление роли Казахстана в среднем звене глобальной цепочки стоимости. Главное – это привлечение партнеров, которые знают свое дело. И утвержденный комплексный план дает нам такую возможность. Глава Министерства промышленности поделился своим видением и в части развития автомобильной промышленности. Перед автопроизводителями стоит задача увеличить долю мелкоузловой сборки до 50% к 2027 году. Также сейчас ведутся переговоры с чешской компанией «Шкода» по налаживанию производства их машин в Казахстане. Группа компании «Астана Моторс» привлекает известные китайские бренды, такие как «Чинган», «Шерри Хавал». Их запуск планируется к 2025 году. В свою очередь, мажористмен Нуртай Сабельянов заявил о низкой эффективности машиностроительной отрасли. За последние три года из разных источников было выделено 285 миллиардов тенге из республиканского бюджета. В 2023 году было выпущено 13 тысяч автомобилей, собранных мелкоузловым способом. Это всего 9,7% от общего объема выпуска в 2023 году. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше. Необходимо не только заниматься мелкоузловой сборкой, но и в целом наращивать собственное производство. В министерстве считают, что представленный план как раз-таки способен изменить ситуацию. Помимо этого, министр Канад Шарлопаев, отвечая на вопрос депутатов об изменении ставки утилизационного сбора, ответил, что никаких изменений на сегодня не планируется. Илья Кудряков, Алмат Мендебаев, ЖБК Жолы.